будут заходить так 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 сейчас буду демонстрировать экран как только увидите экран скажите мне пожалуйста есть да все огонь огонь так пойдем по вопросам вижу что вопрос много это очень хорошо так алина спрашивает какую стратегию посоветуешь выбрать для парикмахера если бюджет 10к в месяц никакой стратегии я не посоветую на 10к в месяц алина скорее всего если ты сейчас здесь присутствуешь вот давай с тобой пообщаемся опять таки же алин здесь все складывается в я на каждом эфире говорю постоянно буду говорить о том что всем привет привет буду говорить о том что главный показатель таргетолога это роми return of marketing investment ты вкладываешь 10 тысяч рублей в рекламу зарабатываешь там я не знаю там 30 тысяч допустим то есть какую стратегию я посоветую на 10к ну вот реально если у тебя 10 тысяч рублей есть на 10 тысяч можно хорошо сделать на 10 тысяч можно очень хорошо протестировать рекламные кампании то есть допустим мы хотим протестировать три разные аудитории создаем три разные рекламные кампании либо одну компанию где у нас в одной компании будет допустим три ацета и в каждом ацете три разные аудитории вот ставим рекламный бюджет допустим 1000 рублей в день за 10 дней сливаем бюджет весь который у нас есть эти 10к что в итоге мы поймем в итоге мы поймем первое среднюю цену ли да и второе поймем вообще в принципе нашу математику то есть еще раз любой маркетинг таргетинг это тесты то есть чем больше есть вот мы сейчас перезаписываем уроки и вот одна из фраз которую я всегда произношу сейчас на рынке таргета выигрывает та команда или там те таргетологи которые в единицу времени делают больше тестов потому что возможно у вас есть такое то что типа вот я сейчас запущу одну рекламную кампанию сработает хорошо не сработает ну значит бизнес не работает да нифига ребята вот допустим мы сейчас вот мы допустим на свою онлайн-школу вот вы сейчас присутствуете все здесь вы все пришли через таргет в эту школу то есть вот мы сейчас в месяц отливаем примерно от 300 до 500 тысяч рублей в месяц то есть соответственно тратим там 10-15 тысяч рублей в день важно понимает то что у нас очень быстро выгорают креативы у нас очень быстро выгорают аудитории и то есть нам постоянно нужно делать тесты тестировать мамочек тестировать бабушек тестировать там еще какие-то аудитории делать новые креативы вот и соответственно здесь почему у нас хороший результат потому что мы постоянно меняем стратегии вот это по поводу стратегии на 10 к еще раз возьми просто тысячу рублей в день, потратив за 10 дней, ты поймешь в итоге, какая у тебя будет цена лида, ты поймешь свою математику, и вы вообще поймете, какие аудитории у вас работают. То есть вот, допустим, я в ниши бьюти недавно работал, потому что у меня у девушки, она занимается наращиванием ресниц. Вот, и допустим, для нее я делал тесты, какие, если мы говорим именно про бьюти-нишу, те же самые парикмахеры, наращивание ресниц, маникюр и так далее, у них заходят три темы. Первая это вовлеченность на какой-то пост, потому что, ну, если мы делаем опять-таки же красивый, хороший видос, делаем на него вовлеченность, у нас люди вовлекаются в контент, ставят лайки, комменты там и так далее, и так далее, и девочки, которым это все интересно, они записываются на услуги, это первое. Второе то, что мы тестируем, это генерацию лидов. То есть мы настраиваем лид-форму в формате, типа, приходи, там осталось три места, там три окошка на этот месяц, вот, типа, узнай стоимость, либо что-то, типа, в таком формате. И третье это трафик на WhatsApp. То есть вот три теории, которые я тестировал, и которые показывали лучшие результаты. Это еще раз, трафик в WhatsApp, вовлеченность на пост, и что я третье говорил? Вовлеченность на пост. Короче, еще третье, я что-то сказал, третье. Вот. Эти три стратегии мы обязательно тестируем. Какую стратегию посоветуешь выбрать для студии звукозаписи бюджет 15 как месяц? Здесь ответ точно такой же, только тест. Тестируешь максимальное количество аудитории, чем больше ты сделаешь тестов, тем быстрее ты поймешь, что работает, что не работает, и, соответственно, оставишь то, что только работает. Алина, как правильно настраивать рекламу на вебинар? Изначально, Алин, если ты здесь присуществуешь, ничего страшного, как бы вопросы суперадекватные, просто их нужно задавать немножечко в другом формате. То есть вопрос о том, как правильно настраивать рекламу на вебинар, ну, я не могу тебе сказать, как правильно. Просто берешь и настраиваешь. Ну, типа, если бы ты задала вопрос в формате, ребят, те, у кого звук, выключите, пожалуйста, звук. Если бы ты перезадала вопрос в формате, Андрей, ниша, я не знаю, там, эзотерики, как правильно, то есть я даже нишу не знаю, под какую тебе сказать. Ну, у вебинара есть своя воронка. Это, допустим, автоворонка через вебинар. То есть, соответственно, тебе самое главное, ну, и вообще в любом виде бизнеса, самая крутая стратегия – это работа через цель конверсии. Но для цели конверсии нам нужен сайт. То есть, соответственно, в вебинарах у нас обязательно те, с кем мы работаем, у этих ребят должен быть сайт. Вот, соответственно, мы сначала ставим пиксель на сайт, потом ставим события. То есть, допустим, у нас событие, главное целевое событие – это регистрация на вебинар. Вот, соответственно, мы настраиваем пиксель, сначала ставим пиксель, потом ставим событие, событие, потом включаем трафик. Трафик у нас наливается до тысячи событий, после тысячи событий перенастраиваем на конверсии. Вот, и вот Вот те стратегии, как мы работаем. Я что-то так и не въехала, зачем нужны метки? Если, Оль, ты имеешь в виду UTM-метки, то UTM-метки нужны для того, чтобы ты понимала, с какой трафик у тебя работает лучше всего. Допустим, давайте я вам сейчас приоткрою задновесу тайны, так сказать. Вот я вам покажу нашу CRM-систему нашей онлайн-школы. То есть вот, допустим, смотрите, вот это вот, это непосредственно лид, который пришел. По UTM-метке здесь я могу понять, то есть вот смотрите, у меня есть сайт, и дальше у меня идет UTM-метка. UTM-сорс, инста, UTM-медиум-нитология, UTM-комкейн, это веб. Еще раз, UTM-метка нужна для того, чтобы понимать, какой вид трафика, какой креатив дает лучшие результаты. То есть по этой UTM-метке я могу понять, что это трафик из инсты, аудитория-нитология 1-3%, то есть lookalike 1-3% и креатив, который дал эту регистрацию, это креатив с вебинаром. Зайдем в любую другую какую-то карточку сделки, и мы можем понять по карточке сделки, какая это аудитория. Сейчас возьмем какую-нибудь последнюю регистрацию, которая сегодня была, и посмотрим, с какой UTM-метки она пришла. То есть UTM-метки, когда у тебя очень много трафика, то есть вот, допустим, зайдем, регистрация пришла буквально 3 минуты назад на вебинар. То есть что у нас здесь идет? У нас есть посадочная страница, дальше у нас идет промо, фриланс, конф... Ну, короче, по UTM-метке я могу понять, какая именно рекламная компания, какой креатив у меня работает лучше всего. То есть, допустим, мы когда работаем с командой, то у нас есть человек, который ежедневно утром сливает всю аналитику. То есть он выписывает в Google таблицу, какие UTM-метки регистрировались, с каких UTM-меток были покупки. Соответственно, потом, там, через неделю мы смотрим, какие в итоге рекламные компании приносят покупки. Те, которые не приносят покупки, мы удаляем. Те, которые приносят покупки, мы их масштабируем. Вот, то есть UTM-метки нужны для отслеживания продаж, для отслеживания определенных конверсий на нашем сайте. Оля, как проводить конкурсы в Инстаграме, если на вовлеченность ФБ пишет ваши охваты снижены, так как пост низкого качества, ему не нравятся слова «подпишись», «бесплатный» и прочее, так как в этом и суть конкурсов. На вовлеченность ФБ пишет ваши охваты снижены. Оль, скорее всего, я ни разу не видел такую ошибку в рамках настройки рекламной кампании через рекламный кабинет. Возможно, такая ошибка бывает, когда ты настраиваешь рекламу через кнопочку «продвигать». Все, что касаемо кнопочки «продвигать», ребят, сразу скажу, я не эксперт, я не знаю, как она работает. Я знаю то, что там абсолютно два разных алгоритма. То есть алгоритм настройки в ФБ и алгоритм настройки в самом Инстаграме – это абсолютно две разные штуки, в которые там кнопку «продвигать» я не эксперт, я не лезу к этому подсказать, почему Фейсбук пишет то, что маленький охваты не могу. А если Фейсбук пишет тебе, когда ты через Фейсбук настраиваешь рекламу, и он тебе пишет, что охваты снижены, в этом случае скинь скриншот, потому что я ни разу такого не видел. Дальше. Никита, как продвинуть нижнее белье ручной работы? Есть сайт, есть сайт, есть бюджет 25 тысяч в месяц. Ребят, зачем вы все пишете мне о том, что какой рекламный бюджет? У кого звук, ребят, пожалуйста, когда заходите в комнату, выключайте звук, чтобы всем было комфортно. Я просто посмотрел пример этого первого вопроса. Это мой первый вебинар, поэтому они тут часто такие. Нет, нет, Никит, ну то есть как бы вопрос в принципе адекватный, но я не могу сказать, то есть еще раз, точно так же, как продвинуть нижнее белье ручной работы. Делаешь семантическую карту, тестируешь аудитории, тестируешь разные стратегии. То есть, допустим, сначала отпускаешь вовлеченность вместе с трафиком, смотришь результаты, потом включаешь конверсию трафик, смотришь результаты. То есть, как продвинуть, ну, я тебе рассказать не могу. Я лишь могу сказать, что пока ты не протестируешь, ты не поймешь этого. Либо если бы ты у меня спросил какой-то закрытый вопрос, по типу, Андрей, вот у меня есть вот такой вот креатив, вот с таким вот оффером. Можешь его проанализировать, как ты думаешь, зайдет он или нет. В этом случае, да, я бы тебе мог подсказать, ну, как бы по опыту. Вот, а так пока еще нет никаких данных. То есть, мне удобнее, если бы ты уже сказал мне какие-то данные, то есть, допустим, Андрей, я протестировал такую-то, такую-то цель, было всего две продажи, было потрачено столько денег. Почему вот так вот? А так, типа, на вопрос, как продвинуть, пока ты не протестируешь, я тебе, к сожалению, ничего подсказать не смогу. Есть ниша свадьбы под ключи, есть сайт и продажники. Какую стратегию посоветуешь, как работает свадебная сфера? Вот, допустим, смотри, у нас есть проект, мой один из проектов, это Stories Album, это сервис создания фото с дополненной реальностью. У нас там основные две ниши, это свадебные и все, что связано с свадьбами, и все, что связано с выпускными. Вот, какую стратегию мы выбираем? Опять-таки же, мы сначала, то есть, у нас из-за того, что проект непонятный, нам сначала нужно было понять, кто есть наша целевая аудитория. То есть, что мы сделали? Мы записали одноминутный видеоролик, запустили рекламную кампанию на цель просмотра видео, затем собрали тех людей, которые посмотрели наше видео 75% времени, после этого на данную аудиторию настроили look-alike аудиторию, и потом на этой аудитории мы жили. Вот, то есть, какую цель выбирали? Сначала выбирали цель трафика для обучения Пиктеля. Мария, отключите, пожалуйста, звук. О, звук, о, спасибо большое. Вот, соответственно, вот так вот, ну, то есть, трафик и конверсии. Опять-таки же, лучшая цель конверсии. С конверсиями получится, никакая другая цель вам больше никогда в жизни не нужна будет. Никита, еще раз, у ресторана есть мобильное приложение, цель привезти туда клиентов, однако мобильки не интегрируются с избы. Почему, Никит? Вот, звонил в эту техподдержку, ну, там, получается, система, типа, для ресторанов, называется YumaPost, я им звонил в техподдержку, они сказали то, что Пиктель вообще невозможно, типа, подключить, они только работают над этим. Вот. То есть, даже, типа, не добавить в Facebook девелопера. А, ну, блин, тогда, когда я здесь ничего подсказать не могу. Ну, то есть, типа, если тебе нужны скачивания приложений и пользователей приложений, то тебе нужно работать с целью приложения, установки приложений. Но с целью установки приложений ты можешь работать только, когда у тебя приложение будет зарегистрировано в Facebook девелоперс. Вот. То есть, туда Пиксель в приложение ты сможешь также интегрировать только в моменте, когда у тебя появится доступ в Facebook девелоперс. Мари, Мари, ты меня слышишь? Пожалуйста, отключи звук. Я не знаю просто, как это сделать. Вот, Мари, вот, все, да. Андрей, и вот я там дальше написал, что вообще целесообразно гнать трафик на топлинку вот именно с целью конверсии, которая ведет именно в мобильные приложения. Блин, ну, это довольно-таки сложно. То есть, смотри, ты хочешь, чтобы человек после там кнопочки подробнее переходил в топлинк и с топлинка нажимал кнопку на скачивание приложений. Да. Ну, опять же же, это тестировать можно, но смотрите, чем меньше человек делает действий для получения результата, тем лучше. То есть, почему я говорю то, что когда вы выбираете цель генерации лидов, нужно как можно меньше полей использовать, потому что человек заходит в тот же самый Инстаграм, он не хочет читать огромнейшие посты, ну, чаще всего. Человек заходит туда отдохнуть, я не знаю, там, в туалете он сидит, он заходит в Инстаграм полистать ленту. Тут вы его огромными текстами либо какими-то сложными механиками пытаетесь у него взять его информацию. То есть, здесь, опять-таки же, видишь, ты просто чуть-чуть усложнил путь человеку. То есть, он сначала перейдет у тебя в топлинк, после топлинка ему нужно сделать еще одно действие, перейти на скачивание приложений, у него откроется App Store либо Google Play, и после этого только он сможет скачать это приложение. Соответственно, да, это 100% можно, но, допустим, вот мы, у нас тоже есть свое мобильное приложение по проекту Stories, мы непосредственно работаем через Facebook Developers, настраиваем рекламу на скачивание приложений через установки приложений. Вот. А так, да, 100% данную механику использовать можно. Подойдет ли цель вовлеченность для сбора ЦА, для Google Like, и сколько взаимодействий должно быть, чтобы хороший лав? Тысяча нет. Никит, лучше использовать просмотры видео, то есть, не вовлеченность, а именно просмотры. То есть, собираешь людей по времени просмотра, потому что в вовлеченность у тебя могут войти чуваки, которые, ну, допустим, просто видят в ленте или в истории, ой, да, в ленте видят какой-то пост и просто на него лайкнули, допустим, нечаянно. Вот. Либо там сохранили его нечаянно, либо просто он им понравился. А в просмотрах видео ты будешь собирать людей, которые как минимум 75% посмотрели. То есть, если у тебя минутный ролик, в этом случае у тебя получается сколько там, у меня плохо с математикой, ну, короче, секунд 45, там 50, твое видео люди увидят. Вот. Соответственно, это с большей вероятностью является твоей целевой аудиторией, нежели чем аудитория, которая просто лайкнула, либо сохранила. Вот. Поэтому лучше лук и лайк собирать для тех людей, которые посмотрели видео 75%. И как рекомендуют сами менеджеры Фейсбука собирать, когда у тебя наберется 10 тысяч просмотров видео, только после этого собирать лук и лайк. Вот. Как-то так. Да, Никит, если есть какие-то уточняющие вопросы, задавай. Да нет, в принципе, я все понимаю. Окей. Андрей, как продавать свои услуги холодным клиентам в переписках в мессенджерах, как начать диалог и перевести к оплате? Надеюсь, в этот раз вопросы не как отъедут. Нет, нормально. Но, опять-таки же, смотрите, ребят, мы вам в рамках курса даем то, что по факту работает, то, что протестировано не только мной, моей командой, другими ребятами, учениками. Вы зачем-то пытаетесь придумать велосипед и уйти от... Ну, я понимаю, что очень страшно звонить своему клиенту в первый раз. Это я сейчас уже могу там... Условно, вы мне сейчас дадите номер телефона, я кому-нибудь позвоню и продам ему услуги Таргет. Но это все приходит с опытом. Вы же сейчас пытаетесь уйти от сложных механик, ну, потому что, условно, позвонить это не написать. Потому что позвонить ты можешь не так сказать человеку. Я все равно каждый день в чате я вижу то, что ребята пишут, то, что кто-то уже там начал звонить, то, что были плохие какие-то... Ну, то, что там пошло не по скрипту. Ну, ребят, это все приходит с опытом. Естественно, если вы думаете то, что вы позвонили 10 людям и 5 человек скажут вам да, ну, типа, это сказка. То есть, из 100 человек вам скажет там 2 человека да и продаст, и вы ему продадите. Это прикольно. Вот. Но, опять-таки же, у отдела продаж есть своя конверсия. То есть, у вас, как у продажника. Потому что, я честно скажу, я не эксперт продажи через переписки. Потому что, допустим, даже я, когда мне продают какую-то услугу, либо какой-то товар, мне нужно поговорить с человеком вживую, ну, условно, по телефону. Потому что, если мне будут просто продавать в переписке, во-первых, когда я не за компьютером, мне неудобно переписываться через экран телефона. Потому что, ну, хотя у меня, как бы, ну, нормальный там телефон с большим экраном. Вот. Но, тем не менее, мне не очень удобно набирать сообщения на телефоне. Вот. Поэтому не ищите с легких путей. То есть, делайте рекламный... Ой, вернее, делайте... Короче, звоните своим клиентам. Просто я пишу именно, чтобы сделать первое касание и потом уже переводить в диалог. Ну, то есть, в созвон человека. Хорошо. Опять-таки же, почему не настроишь рекламу на себя и не будешь получать лиды? То есть, уже тех людей, которые оставят заявку на тебя. И, то есть, ты им позвонишь и скажешь «Привет, чувак, ты вот сегодня оставлял заявку, давай пообщаемся». А не так, что ты ему пишешь о том, что, ну, вот я не верю в то, что рассылки работают. Ну, то есть, типа, рассылки работают, но, блин, очень сложно. Ты сделаешь 100 сообщений, один человек у тебя закроется. А ты прозвонишь 100 людям, у тебя там 3-4 человека закроются. Ну, то есть, конверсия из холодной продажи в переписке. И, ну, просто смотри, те же самые, давай возьмем то, что вот моя теория, я, как мне кажется, что самый ценный человеческий ресурс – это время. Мы все ограничены по времени. У нас у всех есть ресурсы какие-то, есть какие-то вводные данные, но, типа, чем мы не можем фактически управлять. Не то, чтобы управлять. Короче, время – наш самый ценный ресурс. Смотри, ты в день делаешь, допустим, 100 сообщений разным людям. На это ты тратишь, там, я не знаю, целый день. Хотя ты мог бы настроить рекламную кампанию, потратить тысячу рублей за день и получить, допустим, 10 лидов. То есть, вместо 100 сообщений за день, которые ты бы мог отправить и просто сидеть, отправлять эти сообщения, ты бы мог потратить тысячу рублей, но ты бы сэкономил время на вот эти вот постоянные переписки с клиентом и общался уже напрямую только с теми людьми, которые бы тебе оставили заявку. То есть, типа, ты первое экономишь время – это самые ценные ресурсы. Плюс у тебя уже более теплые заявки, нежели ты сам будешь в переписке, в диалоге человеку отсылать свое коммерческое предложение. Вот. Это, опять-таки же, это исключительно моя механика, которой я придерживаюсь, и я рекомендую ее, потому что, ну, я не верю в продажу холодную через переписки. Вот. Поэтому… А гнать их на лид-форму либо на сайт? На лид-форму. На лид-форму. Окей. 100% на лид-форму, но это в первые поры. То есть, в первые поры гонишь лид-форму, у тебя идут лиды. В параллели включаешь, ой, вернее, ставишь пиксель на сайт, переводишь, ой, вернее, ставишь события на сайт. После того, как… Ну, у тебя… Смотри, у всех почему-то… Ну, и у меня раньше такое было, то, что вот если я работаю с целью генерации лидов, я больше ничего запускать не могу. Вот. Это то же самое то, что вот у нас автовебинарная воронка, которая идет там каждый день, условно. И в основном у всего инфобидза каждый день идут вебинары, то есть воронка идет ежедневно. Вот. И есть такая теория, что, блин, вот мне сейчас надо запустить марафон. А как мне это сделать? Мне надо трафик остановить, хотя, по идее, тебе нужно просто тупо дополнительно включить трафик на новый сайт, ну, там, на новую ссылку, и все. То есть то же самое и здесь. Тебе нужно просто тупо… Вот у тебя есть одна компания на генерацию лидов, которая постоянно тебе дает поток лидов. В параллеле ты тестируешь другие теории, запускаешь трафик на сайт, чтобы у тебя обучился пиксель, после этого перерастраиваешь на конверсии. Окей? Окей, окей. Немножко сложновато пока. Окей. Ну, нет. Мы для этого здесь собираемся, чтобы… Я понимаю, да. Чтобы было попроще. Давай, задавай вопросы, что именно пока тебе непонятно. Ну, у меня больше по технической части, я думаю, я больше разберусь, когда чуть больше уроков я посмотрю, потому что пока что у меня… У меня желание именно найти каких-то первых клиентов, чтобы сделать какие-то минимальные кейсы. Вот. Поэтому я сейчас занимаюсь вот этими рассылками, скриптами и так далее. Поэтому у меня не очень понимание еще с технической стороны. Ну, смотри, все скрипты, отчеты, анализы, про которые мы с тобой в личке общались, я тебе говорю, что ты это все получишь в рамках курса, когда ты дойдешь до этих уроков. Просто ты до них еще не дошел. Вот. И вот, ребята, я вам каждый раз на Zoom говорю, реально, я очень сильно запарился по поводу обновления курса. Мы прям делаем огненный огонь. Вот все те, кто обучался, я очень сильно буду рекомендовать всем пересмотреть курс заново, потому что мы переделали механику прохождения, мы переделали ДЗшки. Вот нам еще буквально недельку максимум, то есть мы уже процентов 80, наверное, всего отписали. Поэтому будет очень круто. Заходите через две недели. Но я обязательно сделаю большой, как бы буду всем пушить в чате, то, что, ребят, все давайте. То есть мы, единственное, что мы решили для себя, то, что мы обновленный курс дадим только тем людям, которым он реально нужен. То есть, ну, как бы, не секрет, что есть люди, которые покупают курс просто, чтобы, типа, он у них был, и они поставили галочку. Да, ну, к сожалению, есть такие ребята. То есть мы откроем доступ к курсу к обновленному только тем людям, которые реально хотят дополучить какую-то информацию, дополучить полезности. Вот. Поэтому мы будем специально спрашивать мини-интервью. Типа, чувак, если тебе это нужно реально, мы тебе откроем доступ. Вот. Как-то так. Насчет сайта. То есть, смотрите, если у меня уже есть сайт, то все равно гнать на лидогенерацию, да, и параллельно тестировать сайт. Ну, то есть пиксель. Сто процентов. Смотри, у тебя всегда должен пиксель обучаться. То есть у тебя всегда пиксель должен получать, условно, еду. Ну, то есть, вот, типа, трафик, там, клики. Это еда для твоего пикселя для того, чтобы он тебе не сдох. Потому что если твой пиксель не будет получать событий, Facebook забудет, кто является твоей целевой аудиторией, соответственно, тебе нужно будет это все дело заново обучать. Вот. Поэтому сто процентов тестирую в параллели трафик. Просто здесь не обязательно его возможно делать таким дорогим. Ну, то есть, допустим, если у тебя лидформа стоит там 500 рублей в день, либо 1000 рублей в день, запусти трафик там на 300, на 400 рублей. Вот. Вот и все. То есть, типа, да, в параллели это все нужно запускать. Так. С какими нишами нужно работать вначале? Ты говорил, что не советуешь работать нишами, где средний чек до 3000, как определить нишу по адекватности, чтобы не было смертельно сложно. Но при этом средний чек товара был выше 3000. Нет понимания, что это за ниша. Даже примеры в голову не лезут. Хороший вопрос, Андрей. Смотри, во-первых, на первых парах мы 100% отметаем все оффлайн-проекты. Рестораны, салоны красоты, что-то, ну, короче, все, что связано с оффлайном, на первые поры брать не нужно. Почему? Еще раз вспоминаем лекции, где я рассказывал о том, что чем шире целевая аудитория проекта, тем лучше работает алгоритм Фейсбука. Когда у тебя есть какое-то ограничение, допустим, ограничение по километражу. То есть, допустим, ты настраиваешь рекламу на фитнес-зал какой-то, и у тебя ограничение только в радиусе трех километров, потому что навряд ли кто-то с другого конца города будет ездить к тебе там в... Ну, короче, поняли. Вот. Это первое. Не брать оффлайн-проекты. Второе. Не брать онлайн-проекты, даже те ребята, которые занимаются онлайн-продажами в маленьких городах. То есть, допустим, есть какие-то проекты, которые... У них там есть какой-то склад, и они продают онлайн, но продают только по своему какому-то маленькому городу. Не знаю, численность населения города там 80 тысяч человек. Соответственно, я не рекомендую на первых парах с такими ребятами работать, потому что ты ничего из них не получишь, только сольете бюджет. Но важно понимать то, что в любом случае сейчас потихоньку уже из-за того, что количество грамотных таргетологов растет, предприниматели, они автоматически обучаются. То есть, что это значит? Раньше предприниматели не понимали то, что сначала нужно тестировать рекламные кампании. То есть, они думали то, что условно ты закинул тысячу рублей, получил две тысячи рублей. Но нифига. То есть, мы, допустим, в свою онлайн-школу, прежде чем найти правильную стратегию, мы потратили там 40-50 тысяч рублей. Мы понимали, мы адекватно понимали то, что мы эти деньги сольем и, возможно, получим ноль и будем в минусах. Но самое главное, что мы получим, это готовую стратегию. То есть, мы получили по исходу готовую стратегию того, как это будет работать. То есть, даже в тех же самых скриптах разговоров с клиентом вам нужно продавать то, что, чувак, я намерен с тобой работать в долгую. Для того, чтобы работать в долгую, мы хотим сначала, давай мы протестируем несколько теорий. Если у него есть бюджет, то, соответственно, вы быстрее протестируете эти теории. Да, у нас есть 10 минут, ребят, потом мы перезайдем в новую конфу, я также ссылочку скину. Вот, то есть, тестируем теории и, соответственно, получаем результат. То есть, важно доказать, не то, что доказать, адекватно общаться с предпринимателем и говорить, что, чувак, моя задача работать с тобой в долгую. Мы сможем работать с тобой в долгую только в том случае, если я буду давать тебе результат. Давать тебе результат я смогу только в том случае, если мы сделаем тесты. Вот, соответственно, просто человеческим языком объясняешь человеку не так, что, типа, заплати мне 10 тысяч, пожалуйста, и я тебя настрою, вот, и у тебя, может быть, будут какие-то результаты. Ну, вот, типа, раньше это работало, сейчас это уже не работает. Вот, поэтому, а по поводу того, что я не рекомендовал работать с чеками меньше 3 тысяч, такого я не помню, но, возможно, возможно, я когда-то такое говорил. Вот, но мне кажется, это было вырвано из контекста, потому что можно работать с проектами, в которых меньше 3 тысяч. Вот, допустим, опять-таки же, у меня есть сезонный проект «Письма от Деда Мороза», где мы делаем примерно там около 2-3, ладно, 2-2,5 миллиона выручки за сезон. Вот, и у нас средний чек 300 рублей. Но, тем не менее, у нас есть, ну, опять-таки же, я просто из своей команды беру ребят, которые настраивают мне трафик на этот проект. Вот. Многие меня спрашивают, Андрей, почему, типа, ты всегда говоришь, что ты работаешь с таргетологами, да потому что у меня есть проекты, в которых мне нужны ребята, которые будут работать с трафиком. Я не могу целый день сидеть и заниматься тем, что буду в свои проекты настраивать рекламные кампании, их анализировать, то есть мне проще это сейчас делегировать, потому что у меня другие цели, другие задачи. Вот, поэтому в моих проектах тоже есть таргетологи, которые работают на меня, хотя я сам мог бы настроить себе рекламные кампании. Вот, и о чем я говорю, о том, что у нас чувак вот работает, ну, вернее, мы протестировали уже в конце нашего прошлого сезона работу за KPI с нашим проектом. Вот, соответственно, просто за KPI чувак получал за каждую продажу 30 рублей. Просто за то, что вот с его UTM-метки пришла продажа, он получает 30 рублей. То есть у него была окладная часть и была процентная часть. Вот. И, соответственно, у него есть мотивация, чем больше письм он, вернее, чем больше письм он нас закажет, тем больше чувак получит. Вот, то есть, вот. И самое главное, не работать с офлайн-проектами, и я не рекомендую работать с самыми близкими знакомыми. Я рекомендую очень сильно брать первых клиентов из своего окружения, но ни в коем случае ни родственников, ни близких друзей. У вас максимально попортятся отношения, потому что у этих людей есть завышенное ожидание к вам. То есть они думают, что, ну, типа, ты же будешь делать мне условно там как к себе. Вот. А в итоге они не понимают, у вас начинается понебратство. Просто у меня были такие случаи. То есть я пытался брать как-то знакомых через знакомых. То есть вот я, допустим, знаю, что у моего друга Вани есть знакомый Дима, у которого автотехцентр. Я вот договариваюсь с ним о встрече и с ним работаю. Вот. Соответственно, как-то так. Так. Как находить и заинтересовать клиентов более крупных, где работа за KPI приносит больше денег? Эти клиенты сами тебя найдут, когда ты будешь делать хорошие результаты в каких-то других проектах. То есть, допустим, как на нас вышли Reche Cosmetics, White & Smile, ну, то есть такие большие бренды. Они вышли на нас просто по знакомству, потому что, ну, нас в узких кругах, в каких-то нишах уже более-менее кто-то знает. Вот. И, соответственно, нас просто начали рекомендовать. То есть еще раз, ребят, важно понимать, что первые полгода работы таргетологом вы будете работать на свое имя. Сделайте сайт, чем раньше, тем лучше. Сделайте свой Инстаграм, чем раньше, тем лучше. Тем больше информации о вас будет в интернете, тем больше это, ну, условно, это такой накопительный эффект, который имеет. То есть вы будете показывать одному человеку, покажете хороший результат, второму человеку покажете хороший результат. В итоге люди просто будут вас рекомендовать. И после полугода работы таргетологом я ни рубля не вкидывал в рекламу. То есть полгода, да, я тратил там по 30-40-50 тысяч рекламу на себя. Естественно, она купалась. Но потом, после полугода, я вложил ноль рублей, меня просто тупо начали рекомендовать. После этого я уже там начал собирать команду, строить вокруг себя структуру. Вот. Но это, опять-таки же, нет чего-то такого волшебного, что ты вот сделал какое-то одно действие и к тебе пришел в Макдональдс. Ну, нет, такого нет. Сначала нужно показывать результаты каких-то маленьких проектов. Есть на курсе какие-то скрипты продаж в мессенджерах? Нет, потому что я не рекомендую этим заниматься. То есть я рекомендую звонить человеку, а потом уже про механику, о том, как с ним общаться. Да, в рамках курса я рассказываю, что сначала ты скидываешь ему анализ по работе, потом ты скидываешь ему договор. После договора и того, как ты настроил рекламные кампании, ты скидываешь отчет по проделанной работе. Можно их получить? Да, Андрей, они все есть в рамках курса. Сейчас только выкладывай резюме в чат в ТГ. Ну, как бы, окей, такая возможность тоже есть. О, нифига себе, вопросов дофига, прикольно. Так, последний вопрос, наверное, на который успею ответить, потом перезайдем в другую комнату. Так, как на начальном этапе продавать за фиксу за более крупные чеки 35 тысяч рублей? Сразу скажу, никак. Я в это не то, что не верю. Это единицы людей. И я считаю таких предпринимателей, ну, не то чтобы глупыми. Я не могу сказать, что это глупые ребята. Просто, допустим, вот ты придешь ко мне. Вот, ну, я не хочу, чтобы это слышалось как хвастовство или еще что-то. Ну, допустим, там, по всем проектам у нас выручка ежегодно, ой, вернее, ежемесячно больше, там, полтора, два миллиона мы делаем. Ну, и, в принципе, как бы, у нас есть деньги. Фактически ты придешь ко мне и скажешь, чувак, я хочу работать у тебя таргетологом, но заплати мне 35 тысяч. Я могу тебе эти деньги заплатить, но я адекватно понимаю то, что ты мне как таргетолог нужен для того, чтобы ты давал результаты. А результаты исчисляются, ну, там, в одном проекте в количестве регистраций на бесплатный выбернер, в другом проекте количество регистраций в демокабинете, в третьем проекте это, там, количество проданных писем. То есть я понимаю то, что мне нафиг тебе платить 35 тысяч рублей фикса, если я могу заплатить тебе условно окладную часть, которую я считаю тоже суперадекватной, она обязательно должна быть, потому что моя теория такая, то что каждый труд должен быть оплачен. Вот, и смысл в том, что мы фиксу тебе оплатим, но все остальное будет складываться из того, какие результаты ты мне принесешь. Принесешь продаж на 100 тысяч, мы тебе дадим 10 тысяч вверх. Продаж на миллион, мы тебе заплатим 100 тысяч. Ну, то есть все будет зависеть по KPI от тех ключевых метрик, которые мы для тебя поставим. То есть вот, допустим, давайте в качестве примера я покажу, какие KPI мы ставим нашим SMM-щикам. Вот мы, допустим, в проекте Stories у нас работает SMM-щик. То есть мы с ним договариваемся на определенные договоренности по KPI. То есть еще раз, для тех, кто еще не дошел до системы KPI, вы поймете то, что в KPI есть такая штука, как вес показателя, плановый показатель и фактический показатель. То есть, допустим, мы ставим SMM-щику план сделать полторы тысячи подписчиков. Допустим, чувак вместо полторы тысячи подписчиков делает нам за месяц три тысячи подписчиков, четыре тысячи подписчиков. В зависимости от факта того, сколько он привлек, то есть у него это является KPI, то есть, допустим, привлек он 4000 подписчиков, потом дальше, у него, допустим, было интеграции с блогером, с блогерами он сделал не 10 штук, а, допустим, там, я не знаю, там, 30 штук сделал, то есть мы в этом не ограничиваем человека, и, соответственно, здесь вот можно увидеть то, что KPI у него, он увеличивается в зависимости от того, какой результат человек в итоге делает, и то есть какой максимальный вес показателя мы делаем, то есть, например, максимальный вес показателя у таргетолога у нас составляет 1,5%, потому что таргетолог непосредственно влияет на продажи, SMM-щик, он, ну, в нашем случае, он не влияет на продажи, он влияет на количество подписчиков, поэтому у него маленький KPI, всего лишь 0,5% вес показателя, у таргетолога это 1,5%, вот, соответственно, допустим, мы здесь поставим вес показателя сразу же там 0,3%, и мы увидим, как сильно изменится у нас непосредственно наш KPI, то есть мы, человек уже за KPI будет в два раза больше зарабатывать, нежели чем его окладная часть, то есть вот таким вот образом это все выглядит, поэтому, отвечая на вопрос продавать услугу одну за 35 тысяч рублей, я не очень сильно в это верю, вот, все, давайте, ребята, я сейчас переключаюсь, и мы с вами продолжим в другой комнате. Спасибо. 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 Спасибо.